Я всех приветствую! Сейчас мы будем делать такой расклад небольшой в доме у врага. Что у нас происходит в доме у врага? Мы загадываем сюда одного врага. Мы будем смотреть на одного врага, а я расскажу, что в доме, что у него происходит. Враг может быть любой, но смотрим на одного. За более личной консультацией вы можете обратиться ко мне, написав мне на WhatsApp. В доме у врага. Что происходит в доме у врага? Загадываем врага, называем его имя, лицо, вспоминаем вслух или про себя имя, неважно. Можете просто держать его образ. В доме у врага, у вражины, что происходит? Ну, смотрите, тут занят человек ребёнком. Маленький ребёнок, очень, может, полтора года. Ну, тоска, какая-то ностальгия у врага. Смотрите, у врага очень большие хлопоты. Это женщина-враг, длинные волосы, может быть, в чёрный красятся. Очень много хлопот. Хлопоты, 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 хлопоты. Это очень большие хлопоты у врага. Прям, ну, очень большие. Нету равновесия какого-то, да, ни в деньгах, ни в семейном счастье. Вообще никакого равновесия нет. То есть абсолютно враг как-то находится в состоянии нестабильности. То есть, возможно, у врага нестабильная психика. Человек постоянно находится в депрессии. Человек постоянно находится в таком состоянии, что уже начали люди замечать, что что-то такое происходит не совсем хорошее. То есть нету стабильности. Да, вот как колыбель, люлька качается, да, и стабильности нет. Ну, она вот качается, и всё, да, как бы. Вынуждена носить маски. То есть двойственная ситуация у человека. Вынуждена носить маски, показывать, что она счастлива. То есть вынуждена показывать, что всё хорошо. Играет роль, но не живёт. Натянутая улыбка, всё там охуительно, да, вот говорит. А на самом деле видно, да. Вот. Нету счастья не у окна. Нету счастья у окна, а в глазах да два хуя, как говорится. Да, тут лицемерная баба, которая показывает, что она счастлива на самом деле, да. Но это всё маска, это всё игра. Здесь порча. О-о-о-о. Сейчас. Человек может ездить к ведьме. Человек может ездить к ведьме, скажу сразу. Ездить, что-то узнавать. Может узнавать что-то. Да, дорога лежит к ведьме. Может не всё хорошо. Круги под глазами у женщины. Может она ищет какое-то исцеление. У неё нет душевного спокойствия. Человек постоянно находится в состоянии тревоги. На полнолуние обычно ему плохо. Если вы давали ему откат, то есть вы что-то снимали, давали какой-то откат, воздействие магического, то, знаете, возможно взяло этого человека. Тут идёт то, что человек как будто приносит себя в жертву. Может быть вот этой ведьме она и платит, отдаёт. А ведьма над ней шутит, прикалывается. Тут как вот... Да. Если женщина в браке, то произошла остуда. Мужчина разлюбил её. Мужчина ночует на работе. Мужчина не хочет с ней быть. Мужчина не хочет её видеть. И она это понимает. Она это понимает, что мужчина не хочет с ней быть, что мужчина не хочет видеть её. Мужчина не... Вот знаете, у неё, у неё идёт женщина, которая обезумела. Женщина, возможно, которая считает, что она ведьма. Но на самом деле всё плохо. У неё нету магических... То есть человек, возможно, думает, что она ведьма. Но нету никаких магических у неё знаний. Но она может ездить к ведьмам. А ведьма смеётся над ней. А она слёзы лезет.